Я Влад Кобец, представляю iSense, International Strategic Action Network for Security. Я хотел бы продолжить тему, начатую предыдущим спикером. То, что делает Россия в нашей стране, это называется индоктринация. Я прошу… Да, спасибо, есть презентация. Чуть больше года назад… Так, это… Это работает? Чуть больше года назад мы получили очень настораживающую информацию от наших журналистов, медиа-активистов о попытке скупки российскими акторами белорусских пабликов, сайтов в Беларуси. Они ездили по стране и предлагали деньги конкретным людям. Так получилось, что белорусы в отсутствии рыночной экономики не сильно поняли эту задумку, и информация стала быстро доступна, и люди просто им отказывали. Мы поняли, что мы должны что-то делать, потому что это походило на систему. Так уж случилось, что Беларусь многие давно списали, считая, что это уже часть общего организма с Россией, и там ничего не происходит. В реальности же после агрессии России в Украине даже власть, которая все более 20 лет приводила белорусов к общему знаменателю с русскими в рамках союзного государства и так далее, она поняла, что и она может быть неудобна Путину, потому что то, что случилось с Крымом, то, что произошло на Донбассе, это реально всех напугало. Более того, беженцы из Востока Украины, которые приехали в Беларусь, рассказывали совершенно другие истории, чем те, которые люди могли видеть на русском телевидении. Наше исследование, которое появилось через несколько месяцев после того, как мы начали работу и создали iSense, в эту структуру вошли как медиа-активисты, блогеры, журналисты из Беларуси и эксперты-аналитики, так и эксперты из стран Вышеградской группы, Центральной Европы, США, Канады, Украины, стран Балтии. Мы получили бесценный материал от наших словаских друзей, которые уже три года изучали русское влияние, российское влияние в стране. И это очень сильно коррелировало с тем, что мы увидели у нас. Почему? Что делала Россия? Они на самом деле, испугавшись майданов в Украине, испугавшись процессов, которые происходят в бывших их сателлитах, они исходили из того, что Беларусь движется на запад, что нужно решать проблему 2024 Владимира Путина, что из разных причин, экономических и других, Беларусь они теряют. Это стало первопричиной начала спецоперации по Беларуси, которую мы назвали «Принуждение к интеграции». Доклад, который вышел в конце февраля этого года, стал причиной рассмотрения слушаний в Хельсинской комиссии США 20 ноября, только что мы оттуда прилетели, где этот вопрос уже был обсужден в Конгрессе США. Можно посмотреть также, какие варианты мы рассматривали. Это сценарий крымский, это подготовка общественного мнения и так далее. Естественно, что крымский сценарий мы исключили, потому что Беларусь, не получилось бы в Беларусь завести зеленых человечков. У нас действительно, по всем социологическим данным, только несколько процентов реально желают объединения с Россией, вхождения в Россию. Ну и естественно, добрососедских, дружеских отношений со всеми странами желают большинство людей. Это правда. Здесь вы видите персонажей, которые вам хорошо знакомы. Это такие принудители к интеграции. Их задача привести глази в сурков. Задача, которая стоит и которая сейчас решается, это принятие конституционного акта союзного государства. Само союзное государство, которое было создано еще в конце 90-х годов при Ельцине, предполагало стать трамплином для Александра Лукашенко, для его прихода в Кремль. С уходом Ельцина и приходом Путина это стало неактуально. С тех пор процессы находились в плавном падении до последнего времени, потому что этот процесс не завершился принятием конституционного акта, который бы завершил до юра формирование некого нового субъекта. Ну вот эти товарищи, они этим вопросом стали заниматься. Здесь еще интересные люди, такие как Константин Малафеев, Евгений Пригожин. Можете их знать, потому что Малафеев, он как финансировал, так и финансирует войну на Донбассе. Евгений Пригожин с его фабрикой троллей и холдингом Патриот. Это все люди, которые в числе прочего включились в финансирование распределенной сети в Беларуси, сайтов, пабликов, призванных индоктренировать Беларусь. Вот примеры таких сайтов. Сразу хочу сказать, что их несколько типов. Есть сайты, которые действуют со стороны России, причем они могут быть зарегистрированы совершенно в разных местах. Большинство, конечно, в России, но есть и в Эстонии, даже в США. Они у нас задокументированы. Это первая категория сайтов, которые вещают из России. Есть сайты, которые администрируются из России, но они мимикрируют подбелорусские сайты. То есть, например, сайт, который выглядит как региональный белорусский сайт, будет администрироваться из Петербурга или Ярославля. И следующая категория пабликовых сайтов – это уже, собственно, белорусские сайты, созданные в Беларуси, фигурантами нашего расследования, которое финансируется Москвой и действует на территории Беларуси. Мы еще придем к ним. Здесь вы можете видеть, в докладе это более подробно говорится, это финансирование. Финансирование происходит из ряда фондов. Это как Россотрудничество, фонд «Русский мир», фонд Горчакова, это программа трансграничного сотрудничества, это гранты президента России. Часть материала мы нашли в открытых источниках, но малую часть. Очень много информации было удалено. Они вообще после 2014 года стали зачищать интернет. И поняв по этим расследованиям, которые мы видели по Донбассу, что фиксация в интернете становится доказательной базой юридической. И очень много информации нам пришлось добывать, но очень тяжело, скажем так. И надо тоже понимать, что финансирование проекта российского выглядит так, что идет часть денег, которая идет публично со стороны из фонда, а потом еще дофинансируется частными лицами, ну как Малафеев или Пригожин. Таким образом, конечной суммы мы никогда не знаем, но мы четко видели, что работа идет прицельно по востоку Беларуси, Витебская, Могилевская, Гомельская область и отдельно город Брест, бывший в советские времена еще военным городом, где и сейчас много бывших военных. И кроме того, этот город стал местом, куда на пенсию российские ГРУшники любят всеми приезжать и селиться просто. Это слайд посвящен трансграничному сотрудничеству, то есть между Россией и Беларусью. Это отдельная группа сайтов, отдельная группа грантов. И здесь происходит организация постоянная форумов, лагерей в Смоленске, в Брянске, в Пскове, куда вывозится белорусская молодежь. С ними там работает и Русская православная церковь, которая к этому подключена. Очень часто они привозят боевиков с Донбасса, которые работают с молодежью. И это то как раз те места, в которых происходит индоктринация белорусов. Идет, в принципе, национальная стерилизация, то есть развенчание всей белорусской истории, у вас нет героев, это нарративы, которые они используют. И затем уже идет просто индоктринация в русских. Дальше там молодые люди должны приехать в Беларусь и стать участниками этого проекта Кремля. Идеологическая поддержка интеграционных процессов. Здесь вы видите, что к идеологической имитации общественной поддержки уже включились тоже известная вам СИСЭМа. Организация, созданная, чтобы дублировать роль БДИПЧА-БСЕ. Их вмешательство мы отслеживали и в Казахстане, и в Транснистрии, и еще много где. Они также активны у нас в Беларуси. Это тоже известные персонажи. И вы видите на верхней фотографии Алексея Кочетков из СИСЭМа, который еще молодой человек. Эту фотографию мы добыли где-то там в интернете, очень все это подтерто. Видите его с газетой «Русский порядок» с коловоротом, со свастикой. Он главный редактор этой газеты. Очень этим доволен. Ну и также и Бышек, и другие, Донецк. Они все фигурировали в Украине, и сейчас они плотно занялись в Беларусь. После очень-очень сильно в это все было включено и включено российское посольство. Особенно был включен господин Бабич, посол, который сейчас является вице-министром с расширенными полномочиями в Москве. Но после нашего доклада очень быстро господин Бабич уехал из Беларуси. Потому что то, что наш доклад раскрыл, даже для властей стало неприемлемым. Это белорусские фигуранты расследования, которые происходят из неонацистских панславянских объединений. Это Русь молодая, ее организатор Сергей Луч. Он гражданин Беларуси. То есть это та часть сети, которая, собственно говоря, как бы своя домашняя, но полностью существующая на деньги России. Эти следы мы находим даже на Балканах, потому что белорусский паспорт синий, он отличается от русского. И что интересно, что та попытка переворота в Черногории, это все дело этой одной сети. И этим мы еще в настоящее время занимаемся, Балканами. Но Сергей Луч – это отдельный, очень яркий представитель русского мира в Беларуси. Ну и то, что призвано привести к принятию конституционного акта, это финализировалось создание международного гражданской инициативы «Союз». Ее приехала в Беларусь, ее вдохновитель и руководитель – это Бабурин. Здесь вы видите всех, на снимке вы можете увидеть их состав. Здесь примеры сайтов, которые созданы как белорусские, но транслируют нарратив русского мира. В каждой области создан как минимум один сайт Витебской области. Витебич – телескоп, это даже, я бы сказал, не только Минская область, но и вся страна. Гродно-Дейли, Берестя-Ньюс – они выглядят как белорусские, но на самом деле эти сайты распространяют кремлевский нарратив и участвуют в процессе индоктринации белорусов. Наша мониторинговая группа, которая работала весь год, выпустила уже два отчета мониторинговых. У нас создана база данных всех пабликов ВКонтакте. Мы очень плотно сейчас подошли к моменту создания интерактивной карты. Надеюсь, уже в декабре она будет доступна публично, вы можете ее будете видеть. Мы пытаемся привлечь общество к самозащите. Если государство этого не делает, то люди, которые получают информацию из таких источников, они, конечно, ну это пример, Гомель-Ньюс. Нарратив вкладывается, закладывается не топорно, идет местная информация, местные новости, и потом где-то дозированно вкладывается 10% или больше токсичного нарратива. Ну вот телескоп. Очень-очень сильное влияние имеет спутник. У нас в Минске есть его офис. И у нас отдельный мониторинговый доклад сейчас будет готов, ближайшее время по спутнику. Здесь, если смотреть за контентом, тоже можно подумать, что он более-менее нейтральный. Но весь, все зло кроется в комментариях, в форумах. То есть там, где идут комментарии, они вкладывают туда. А люди в основном там и общаются. Надо понять, что в Беларуси, Беларусь очень сильно развивает интернет. Люди, лишенные независимых СМИ, фактически получают информацию из интернета. Для молодежи телевидения вообще не существует, там нечего смотреть. Но если мы возьмем какой-нибудь паблик в городе Паружаны, где живет Брестская область, где живет 17 тысяч человек, то подписчики паблика, который ведет молодой человек этого города, будут стоять 15 тысяч человек. То есть почти все население. Скупив такой паблик, те, кто это делает, получают доступ к практически всему населению этого региона. Это почему они это делают. Хорошая новость, что большинство этих создателей пабликов, они про белорусские. И сейчас мы, как Айсенс, как белорусская сеть, мы начали создавать сеть этих людей, чтобы они объединились как устойчивого комьюнити. Очень трудно противостоять, отказаться от суммы, когда тебе кладут большую сумму денег на стол, а ты живешь в небольшом белорусском районном центре, где ты столько денег не заработаешь, там ни за год, ни за два. Задача научиться этому предсостоять. Пока это получается. Следующая задача, это, конечно, будет контрнарратив, но если мы вернемся к этой сети, обратите внимание, это тоже один из результатов исследований нашей мониторинговой группы, как создается нарратив токсичный. Он привязывается к какому-то конкретному событию, которое происходит, которое в Кремле считают важным. идет распоряжение, создается материал. И в один и тот же момент, фактически в несколько минут, та же самая статья расходится по целой сети созданных сайтов. То есть это выглядит как атака, кибератага в интернете. На этом слайде видны переходы, то есть перепосты с сайтов токсичных российских на белорусские, так называемые, ну, квази-независимые, но, в принципе, участвующие в этом процессе сайты. Ну, это пример нарратива. То есть мы сегодня уже имеем где-то 20 таких четких примеров нарратива. По чем они бьют? Это понятно, что белорусского языка нету, что он был придуман и в 20 веке, хотя на белорусском языке еще статуты Великого княжества писались, и, естественно, что это ложь. Скажите, когда русский появился? Что белорусские... Это тоже очень интересно. Если мы помним советское время и даже время до войны в Украине, развязанной России, они использовали термин «братские народы». Вот с этого момента, когда началась операция, даже этого понятия нет. Нет никаких братских народов, есть один народ. То есть никаких белорусов вообще нет. Это все русские, все ваши герои, они поляки. Ну, тоже, что белорусская нация появилась не ранее 18 века, и так далее, и так далее. Это контенаративы, которые выбивают... Я согласен с предыдущим спикером, это очень важно понять, что когда тебе постоянно в голову закладывается определенный нарратив, то в какой-то момент, если ты специально этим не занимаешься, ты просто думаешь, что тебе проще это принять, или ты вообще начинаешь в это верить. И это большая проблема. То, что до сих пор Беларусь существует под тем массивом российской пропаганды, которая у нас есть, это вообще как бы чудо. Ну, это примеры сайтов. Обратите внимание, вдруг в один и тот же день, 19 февраля, господин Алексей Семенов, которые работают в СИСЭМО, регистрируют 4 сайта в один и тот же день. И у нас таких материалов задокументировано, сосканирована огромная база данных. Вот опять Сергей Луч, Русь молодая, регистрирует сайт СОЖ-Инфо. СОЖ это река на востоке Беларуси, кто знает, тоже региональный сайт, токсичный. А это вообще примеры уникальные. Если вы видите организацию, где домен за регион, это посольство Российской Федерации в Беларуси. На этом сайте публикуется откровенно фашистский нарратив, то есть просто фашистский, и российское посольство палится, даже не задумываясь об этом. Они, да, создали КСОРС, союз соотечественников финансируемый ими. Ну и вот такой вот документ. Это пример покупки паблика. Вы видите справа белорусскую национальную символику, герб погони, белокрасно-белый флаг, на туалетной бумаге. Этот паблик, это Минск-детка, он был нормальным, он был независимым, он имел 40 тысяч подписчиков. Его купили. После покупки нарратив был изменен полностью, и тут хорошая новость. Белорусы очень не любят таких вещей, и после этой покупки и появления такого нарратива сайт потерял почти всю свою аудиторию очень быстро, и владельцы новые в настоящий момент публикуют более-менее нейтральную информацию, но надо понимать, что в определенный момент, когда надо будет что-то сделать, этот паблик будет публиковать российский нарратив. Ну, собственно говоря, это примеры тоже, мы все русские и так далее. Я буду готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Спасибо.